Как опыт разлуки с мамой влияет на жизнь ребенка? Если мама по каким-то причинам отлучается от ребенка, уезжает надолго, или ребенка забирает, изолирует от матери, даже в больнице оставляет, то у ребенка возникает очень много сложных чувств, сложных для него, потому что дети еще не в состоянии сами переживать и контейнировать свои переживания. Потому что, когда маму отлучают от ребенка, очень много боли образовывается. И образовывается пустота, которую ребенок пытается заполнить. Всяческими способами. Это может быть и зависимое поведение. Любовные зависимые отношения образовываются из-за травмы привязанности. Это будет сложность построения отношений, сложность доверять людям, сложность идти в близкий контакт, сложность выстраивать доверительные отношения. Это одна какая-то часть. Есть другой вариант развития событий. Наоборот, это когда ребенок будет залипать. Когда, например, девочка будет строить отношения с абьюзерами, насильниками, терпеть неуважительные отношения, побои, оскорбления. А почему так происходит? То есть она хочет чего? Потому что она настолько недополучила вот этого тепла. Отношения с матерью в жизни ребенка – это самые важные отношения. Потому что именно в них он получает первый опыт безопасности, близости. То есть закрывает все свои базовые потребности, и не только базовые. Поэтому все зависит от возраста, от того, насколько ребенку хорошо объяснили, что мама его любит, мама его ждет, что это вынужденная мера, что ребенка помещают в больницу без мамы, потому что невозможно маме остаться с ребенком, а не потому что это ее собственное желание отлучиться от ребенка. Вот это важно, потому что ребенок травмируется именно в тот момент, когда он переживает себя брошенным, брошенным мамой, оставленным, преданным. Сложнее всего в терапии поддается коррекции именно травмопривязанности. Почему? Потому что она образовывается, то есть вот эта вот такая надежная привязанность формируется в первые три года жизни ребенка. И это тот опыт, который очень сложно повторить потом в терапевтических отношениях. То есть а если ребенку, например, год, ему уже нельзя объяснить? Все равно. Нужно говорить. Нужно говорить, объяснять, показывать телесно. Нужно, чтобы слова совпадали с телесными движениями, да, то есть с движениями тела, чтобы они были конгруентны друг к другу. Потому что, например, если мама вроде бы как начиталась умных книг и объясняет одно, а тело ее показывает другое, то есть что она сама хочет, да, его оставить, то ребенок считывает телесные проявления. Потому что язык тела ему понятнее, чем язык слов. То есть, например, если она прощается с ним в больнице, нужно его как-то прижимать, да? Прижимать, да, вот как-то именно телом показывать, целовать, обнимать, гладить, говорить. И вот вместе с этими прикосновениями, объятиями объяснять ситуацию, да, говорить. Продолжение следует...